Друзья, всем привет! Я в компании Нормарк. И как мы ранее обещали, я постараюсь сейчас сделать короткий обзорчик по палочкам Акума и 13 фишинг. Мы были на выставке, на весенней выставке в Москве в этом году. И, к сожалению, у нас не получилось там показать палочки. Их попросту там не было. Компания Акума в этом сезоне предлагает новинку, серию Guide Select. Тут есть как палочки BigBait, JerkBait и HeavyCast. Эти палочки, чем интересны будут моим подписчикам, то есть вообще эти палочки целенаправленно сделаны под JerkBait, под BigBait, под тяжелый джиг, но этими палочками можно будет, в принципе, по сути троллинговать. То есть они подойдут, идеально подойдут, не идеально подойдут, это грубо уже зависит от условий ловли, но этими палочками можно, эти палочки можно использовать при троллинге в один спиннинг. Они жесткие, из высокомодульного карбона, значит, 40-тонный комель и 30-тонный хлыст. Данные палочки, по сути, все кастинговые, имеют курок и низкую посадку колец. Они изначально предусмотрены под установку мульта, мультипликаторной катушки. Помимо этих палочек, я покажу еще специализированные морские палочки, удилища, которые предусматривают специализированную ловлю крупной рыбы на море. Они невероятно тяжелые, невероятно мощные, но, может быть, кому-то зайдут именно под морскую ловлю. Также, также, мне тут показали одну палочку 14-футовую, это более 4 метров палочка. С данным спиннингом финны троллингуют на своих водоемах. Мне это очень, в принципе, поразило. Более 4 метров палка и используется при троллинге. Итак, друзья мои, начну, наверное, с серии Guide Select. Это, повторюсь, новинка от компании Akuma, представленная в России буквально в этом сезоне. Гарантия, кстати, на кумовские палочки два года, не только на палочки, вообще на всю продукцию Akuma, в России гарантия действует два года. Итак, Guide Select, серия Big Bait. Тест данного удилища 120-190, от 120 до 190 грамм. Размер 2,43. Спиннинг жесткий, сделан под Big Bait. Данная палочка, по сути, идеально подходит под троллинг в один спиннинг. Она в меру жесткая, напоминает мне мой старый добрый спиннинг от компании Black Hole, это Punisher. Они уже не производятся. Так вот, это, возможно, будет идеальная замена. Я постараюсь взять данную палочку на тест и сравнить ее уже с другими палочками, в том числе с Punisher. По строю и, ну и, конечно, по чувствительности. Огромный плюс этих палок, что они имеют превосходную чуйку. Они сделаны из высокомодульного карбона, в меру жесткие и идеально подходят под наш вид троллинга, под троллинг в один спиннинг. Следующий спиннинг той же серии, значит, Guide Select, предназначен тоже под Big Bait, но уже немножко помягче. С тестом размер тот же самый, 2,43, но тест 70-140. Ручки у этих палочек как раз идеально подходят под наши задачи. Чуть-чуть длиннее локтя. Работать с этим палочками будет довольно-таки приятно. В принципе, по строю, в принципе, по строю. Она немного, немного помягче, но в целом она, по сути, я бы сказал, что такая же. Ну, помягче чуть-чуть. То есть, эти две палочки хорошие универсалы. Подойдут, повторюсь, как и под мелкие приманки для работы на водоемах без течения. И, в принципе, я думаю, что в Астраханской области, к примеру, на той же самой реке Ахтубе спиннинги должны зайти. Следующий спиннинг я бы показал от компании 13 Fishing. Спиннинг тоже кастинговый, имеет курок, низкую посадку колец. Ручка немного покороче. Работать, в принципе, можно. Она не сильно короткая, но в определенных условиях, если, допустим, будем таскать очень тяжелые приманки на течении, то рука, наверное, будет уставать. В целом, в принципе, надо тестировать и пробовать. Не сильно короткая ручка, в принципе, может подойти. Палочка тоже довольно-таки такая жесткая. И построй очень напоминает предыдущее удилище. Этот спиннинг уже с тестом 40-130 грамм. И на 20 сантиметров покороче. 2-24. Все эти спиннинги, изначально, повторюсь, далеко не трейлинговые. Они сделаны под свои задачи. То есть, это кастинговые палочки под бигбейты, под джеркбейты, под рывковую проводку, под современные вот эти вот модные здоровые приманищи, которыми в основном ловят щуку. И вот, что самое интересное, то, что я неоднократно говорил, вот именно вот эти палочки бигбейтовские, джеркбейтовские, какие-то, да, вот это направление, оно, ну, по сути, идеально подходит под мои задачи, под мой троллинг в один спиннинг. Когда мы ловим, особенно судака, когда мы ловим судака со спиннингом в руке, нам очень важно, чтобы спиннинги были очень чувствительные и жесткие. Еще одна палочка от компании Акума серии Guide Select. Это уже джерк-каст под джерковые приманки, под рывковую проводку. Палочка, еще короче, это палочка в размере 2 метра 4 сантиметра, с тестом 80-140 грамм. Тоже в кастинговом исполнении, с курком. Ручка длинная, довольно-таки будет удобная. Тоже идеально подойдет под определенные задачи, под определенные приманки, под определенные условия ловли. Я думаю, что этой палочкой будет приятно ловить, скажем, на водоемах без течения. Или на водоеме с течением, но не на сильно крупные приманки. Бандосов она будет, в принципе, идеально тоже протаскивать. Но уже, допустим, с халкообразными приманками, я думаю, что она будет нагружаться довольно-таки сильно. Все эти спиннинги очень-очень легкие. И сделаны, повторюсь, из высокомодульного карбона. 40-тонного, это комельная часть, а холостовая часть 30-тонный. Для любителей серии Inline, это без калечной палочки, есть у Акумы тоже спиннинг. Спиннинг имеет длину 2 метра 20 сантиметров и тест от 10 до 25 лб. Вот это удилище уже не кастинговое, простое. Ручка тоже длинная, в принципе, подходит неплохо под наши задачи. Но это удилище уже гораздо мягче. И на водоеме, скажем, с течением под астраханскую рыбалку данный спиннинг, в моем понимании, не очень сильно подойдет. Но для водоемов без течения данная палочка, в принципе, я думаю, что зайдет определенным, скажем, любителям, которые не очень любят сильно жесткие спиннинги при таком виде ловли. Также есть спиннинги у данной серии Guide Select для любителей, скажем, небольших тестов. То есть, есть трейлингисты, которые ловят с тестом, ну скажем, менее 100 грамм. Данный спиннинг в размере 2,20 и тест имеет 40,90. Спиннинг также кастинговый, под мульт. Ручка тоже довольно-таки нормальная. Но этот спиннинг, но этот спиннинг уже реально под, ну в моем понимании, под приманки не сильно крупные. И уж точно не для водоема на течении. Хотя, повторюсь, есть любители, которые и на Ахтубе ловят, скажем так, на джиговые палочки. Еще одна палочка от компании 13 Fishing, модель Oman. Вот у палочек 13 Fishing ручки прямо под предел, под локоток. То есть, если у Акумы у Guide Select ручки подлиннее, то здесь они немного покороче. Ловить можно, именно троллингом один спиннинг, но мне больше нравится, когда я держу спиннинг в руке, рукояточка должна уходить подлиннее. Ну так проще держать, рука сильно не устает. Но изначально, повторюсь, спиннинги-то сделаны не под троллинг, и поэтому под кастинговые задачи, в принципе, все продуманно и грамотно. Тест данного удилища 40-120, от 40 до 120 грамм. Размер данного удилища 2,34. Ну вот, как-то так. Опять же, этот спиннинг для тех, кто любит ловить вот на такого плана спиннинги. По сути, это джиговые, под тяжелый джиг палочки. Для любителей более длинных палок, я знаю тоже такие, в принципе, есть товарищи, чтобы разнести приманки подальше от лодки. Есть у 13 Фишинг две модели, которые имеют ростовку 2,70-2,77 с тестом до 300 грамм. Если бы точнее, 100-300. Также кастинговый вариант. Курок очень удобный. Палочки, в принципе, тоже могут использоваться под троллинг в один спиннинг. По жесткости, в принципе, подходят. Но для меня, если, допустим, брать мое мнение, для меня данная длина чересчур длинновата. Во-первых, вываживать, подводить рыбу уже крайне сложно. Ну и я не считаю нужным, в принципе, использовать такие длинные палочки. Как правило, такой длинной палочки уже не такие жесткие. А я все-таки люблю палочки пожестче. Ну и точно такая же палочка, только с тестом 40-130. Тоже по жесткости, в принципе, подойдет для определенного круга людей. Но курочек здесь уже немного другой, и он поменьше. Ну и, ребятушки, совсем тяжелая артиллерия. Это спиннинги под морской вид троллинга. Вот такая клюшка. Спиннинг очень тяжелый. Имеет просто какую-то невероятную фурнитуру. Но для тех, кто знает и, наверное, сталкивался с морской рыбалкой, это как раз вот именно морская тема. Спиннинг имеет вот такую форму ручки, изогнутую, что позволяет, наверное, упираться куда-то вот сюда, в пах куда-то, наверное, и вот таким образом вываживать. Не знаю на кого это. На аркулу, наверное. И еще один тоже спиннинг, уже с прямой ручкой, но, по сути, суть та же самая. Такой же дрын. Это специализированные, как раз, трейлинговые морские удилища. Под какие-то специальные целевые задачи, под ловлю. Реально очень, наверное, крупный, не знаю, какой-то, очень крупные рыбы. Кстати, друзья мои, по поводу теста, когда люди спрашивают, с каким тестом удилища взять, патроллинг, ну, и, грубо говоря, какой тест будет идеально подходить под определенные задачи. Вот данный тест, данный тест спиннинга, 30 лб всего, чтобы вы понимали, да, разницу. 30 лб, то есть, посмотришь на данный спиннинг, 30 лбовый, ну, это просто реальный дрын. Или, допустим, такого уже уровня, я в своих других сериях показывал спиннинги 30 лбовый, 50 лбовый, они совсем, ну, они просто разные. То есть, у тех совсем другая задача. И у этого спиннинга совсем другая задача, совсем другой строй. Если можно назвать это вообще строем, это просто дрын. Вот, но в то же время 30 лбовый дрын. Как-то так. Строй, конечно, у этого удилища есть, но приходится упираться, чтобы продемонстрировать его. Вот такие кольца. Если, конечно, это можно назвать колечками. Ну, друзья мои, и изюминка данного видео, это 14-футовая палочка. Более 4 метров. Как мне сказали в данной компании, палка прям реально не помещается даже в этом зале. Данной палочкой, вроде бы как финны, трейлингуют не сильно упористые приманки у себя на водоемах. Друзья, это просто нечто. Она не помещается в кадр. Палочка кастинговая. Я даже не знаю, как вам ее показать. Спиннинг более 4 метров. Друзья, я хотел вам показать строй данного удилища. Но, к сожалению, данный зал не позволяет этого сделать. Продолжение следует...